Всем привет! Я Таня. Рада видеть вас у себя на канале. Это новый эпизод, о чем сегодня я вам расскажу. Здесь будет в основном сегодня про вязание. Думала я, что про вышивку расскажу, но вышивку не взяла в руки за все это время. Итак, про вязание. Будет готова работать. Я расскажу вам вкратце про кардиган. Надеюсь, покажу еще на себе, вставлю что-то. Я расскажу про участие в проекте Тайны Санта. Точнее, я покажу, чего я прикупила для того, кому буду дарить, в общем, для человека. Не знаю, мне кажется, вряд ли девушка меня смотрит, но в любом случае я же ничего такого не говорю, поэтому даже если смотрит, вряд ли она поймет. И, наверное, в конце еще что-то посоветую из разряда либо сериалов, либо ютуба. Буду, в общем, сейчас импровизировать по ходу съемки видео. Про один сериал точно расскажу. Так, первое, что вам покажу, сегодня готова работа кардиган. Значит, ну, как-то вот, как сейчас он глядит у меня. Прямая пройма. Никаких плечевых скосов. Планка отдельно, платочной вязкой. И он без каких-либо завязок. Так, давайте я его уберу. Если что, я буду подснимать и показывать потом отдельные кусочки. Планка отдельно, платочной вязкой. что по кардигану пряжа это от троицка пряжа подмосковная 250 метров на 100 грамм 50 акрил 50 шерсть и цвет это 0412 по моему темный шоколад обзывается хотя по факту он такой все-таки как-то посветлее пришел не такой темный как я ожидала но цвет все равно мне понравился самое главное ощущение у тебя проекта пряжа мне не понравилась она довольно жесткая вернее на скрипучие вот акрил прям в ней очень чувствуется и из-за этого вязать было не особо то приятно но тем не менее когда надеваешь на себя она не колкая довольно приятная к телу и хорошо греет у меня сегодня уже был тест-драйв фактически этого кардигана в нем было очень комфортно очень тепло к этому вопросов никаких нет значит расход на этот кардиган у меня ушло 518 грамм он получается у меня до чуть меньше матка осталось учитывая еще образец это полнотка наверно да и я свяжу к нему пояс потому что никаких пуговичек на планке я не сделала ни кнопок ничего пока он планируется просто носить так распахнутые либо просто как бы сильно не надо прям так чтобы закутываться мне в него поэтому пояс я думаю будет нормально по рукавам они получились почти как я думала то есть не полно размерные они в неполной длины чтобы было удобно именно дома когда ты что-то делаешь и каждый раз не подтягивать их повыше но посмотрим как будет в носке возможно все-таки чуть-чуть придется распустить и сделать покороче посмотрим значит по спицам я набирала резин вернее резинки вязала на два с половиной получается резинки на рукавах и по низу изделия основное все полотно на три с половиной и планку я вязала на тройке саму спинку и полочки взяла более свободно это уже потом я когда все сшила было уже видно что плотность была другая но я их и вязала раньше рукава вот вязала только недавно рукава чуть и плотнее связан узор и когда надеваешь основное все полотно на тебе ровно лежит а рукава они вот за счет узора как будто маленькой гусенички знаете собирается такие рифленые рукавчики но нормально я думаю что будет все хорошо так что еще по нему рассказать по узору узор этот есть на канале начни вязать оставлю в описании ссылку и вот здесь скачет ссылка можно будет пройти посмотреть этот узор там по моему и схема есть и порядовое провязывание по поводу планки планку я вязала отдельно платочной вязкой вязала на тройке довольно плотно сначала почему-то я когда начала вязать и не знаю что как вот что в моей было голове что я взяла вязать чагу спицами вязала я основное все на тройке вернее основное все полотно на три с половиной на гамовских спицах а тут я взяла связать планку и почему-то взяла чагу и решила что они у меня тройка почему я так решила я не знаю они вообще тоже три с половиной когда я все провязала и закрыла даже думаю блин оно же большое то есть планка получилась фолдящая такая свободная я все распустила набрала тройки поднимая свой предыдущий опыт с этой планкой я что сделала я когда набирала набирала также из двух петель 3 из кромочных смысле да кромочные я делала обычные которые вот длинные петелечкой то есть да одна кромочная это два ряда я подняла как обычно то есть здесь тоже на горловине и начала провязываться укороченных рядов по спинке постепенно по три или четыре петли выходя вот сюда на горловину таким образом задняя часть у меня повыше находится и как бы облегающий такой воротник и так как он по идее будет прилегать слишком близко я сделать чуть прибавок по сторонам вот здесь по моему внутри прибавки может быть четыре так через несколько там рядов просто удваивала петельки чтобы это место чуть-чуть разошлось не было близко совсем к шее и можно было если что отвернуть даже вот так этот воротник и он лег хорошо это я так сказать помню свой опыт еще с мужским с кардиган который для мужа вязала вот там этот момент я не учла и на прямой части уже планки я убавила наоборот он пару раз по петельке чтобы как раз планка не сильно растянулась не было длине самоуплотно и в общем не результат нравился при закрытии петель я закрывала просто обычным способом по 2 вместе по прямой части я прошла как обычно это просто закрывала когда я перешла вот на эту часть на горловину на воротничок то я делала следующим образом чтобы было больше эластичность потому что пряжа совсем не эластичная и закрывать делать такие длинные как бы петли очень свободно закрывать мне не понравилось как это выглядит я делала так я закрываю 5 петель потом следующая вот из протяжки поднимаю одну петлю и и провязываю это же как бы закрываю я вижу еще закрывающие 5 петель и опять то есть вот через каждые 5 петель я поднимала вот такую петлю из протяжки дополненную и закрывала и это дало более свободный край по воротнику вот такая в общем не знаю что я придумала но она сработала так про кардиган на этом все в общем что-то покажу либо сейчас либо потом на себе надеюсь я все это сниму сидит хорошо по длине нормально в общем я довольна если бы не пряжа если было более какой-то мягенькой пряжи было бы круче я думаю и и им и и Дальше давайте про Таню Лосанту. Значит, я получила уже девочку, данной девочке, которой я буду отправлять подарок, что, чего и как там из ее пожеланий. Пожелания эти озвучивать не буду, потому что вдруг она меня смотрит и будет понятно, что это она, не хочется сюрприз как бы портить. Значит, и я думаю, вот как раз мне нужно ехать в город, это было вчера, и я совмещу все это с походом по магазинам пряжи, посмотрю, чего как, зайду конфеток прикуплю у наших местных. И, значит, поехала. Вообще, я планировала снимать влог одного дня. То есть я начала там в машине, снимать, значит, на телефон, что вот там так и так. Но, честно говоря, что-то не хочется это отдельным видео выкладывать, потому что я как-то... День вчера был такой, полонуния, да, вчера была? Не очень. И погода была какая-то серая, и ветер был в центре, и, в общем, ничего вроде как-то толком не поснимал. Ну, вот если какие-то отдельные там кусочки будут, то я их буду просто вставлять, и мой закадровый голос. Значит, вообще я ехала в центр, чтобы показать очередной раз свое ухо. Ухо я проколола в мае месяце. Ухо себе, это Helix прокол. И, в общем, он у меня до сих пор ни как толком не может зажить. Не знала я, когда собралась это делать, что он может так долго заживать. Ну, в общем, на очередной раз я ездила на прием к своему пирсеру, чтобы все это показать, посмотреть. И здание, в котором она находится, их вот тату-салон с пирсингом, находится в очень интересном здании. Раньше это был комплекс трехэтажный магазин, разные там были отделы. И сейчас, вот, там разобрали по частям, где, чего, какие отделены, то фирмы, то что. А это типа какого-то такого вот творческого комплекса, значит, где есть и какие-то творческие мастерские, и там и цветочные магазины есть, и какие-то ателье, и вот этот тату-салон, ну, в общем, что-то вот такое. И там очень красивая лестница, то есть три этажа, надо на три этажа подняться, и каждый этаж стены расписаны. Это я вам покажу, как я шла. Короче, интересное такое здание. Вот, значит, ладно, сходила я по этим делам, пошла обратно, покажу тоже, да, здание издалека, как оно стоит. А перед ним-то такая скульптура, это памятник Поздееву, это красноярский художник. И вот у него такой очень желтенький уже нос, потому что все любят ему потерять нос на счастье. У меня был вообще план еще зайти в наш такой магазин, он называется Народный, но вот он такой вот, у него есть такое название, то есть вроде как все про него знают, у него много точек. У него такой простой ассортимент пряжи, ну, то есть там нет чего-то такого залихватского, это там обычная российская пряжа, турецкая. И я пошла, потому что, зная, у них стоит обычно такой стенд, где есть остатки пряжи. Ну, там, правда, не по одному мотку, их бывает по несколько, а бывает микс там из разных, которые как раз продажи. Я думала посмотреть, именно взять что-то для мастер-классов на ночь, не вязать как, то есть, ну, какую пряжу вязать, чтобы было хорошо видно все, посмотреть вот это. И вот я шла, в общем, он так находится в таком месте дурацком, что, значит, из центра города надо спуститься вниз к реке Качи, значит, на горе там, вот я тоже поснимала, стоит часовня, которая у нас на 10 рублях нарисована российских. И, в общем, пока я туда дотопала на этот рынок, где находится этот магазинчик один, то сообразила, что я забыла, ну, и там у них написано, что у них расчет только наличными, а наличных денег у меня совсем не было. Ну, и, в общем, я так прошлась, я тоже какой маленький кадрик сняла вокруг и ушла, ни с чем. Ну, и, в общем-то, там, ну, один, наверное, вот так вариант был, который можно было купить, вот такую пряжу на мастер-классы, ну, в общем, ушла не словно нахлебавшие, пошла дальше, значит. Значит, вообще был у меня план, я рассказывала про эти два магазинчика, которые там, значит, открыла для себя, они рядышком так стоят пряжные, я в одном из них брала пряжу на шапку на Евену тогда, пайетки и, пайетки, да, и меринос, по-моему, или меринос, ну, короче, пайетки я там брала, а, и носочку я там брала. И, когда я шла от парковки, где я вставила машину, к своему пирсеру по центру, я увидела еще один магазин в центре пряжной, думаю, вау! И я туда зашла. У них ассортимент вот именно такой прям хорошей пряжи, то есть я нашла у них и различную носочку, то есть, ну, разных вариантов, и регия, и ланагроса там была, и еще что-то было, и регия какая-то акриловая прям была, ну, в общем, расставлена, вообще они красивые, но я покажу вам тоже кусочки. Марки разные, марки интересные, там даже было Касагранде, Ангора лежала, и ланагроса, ланагата, в общем, и бобинная пряжа стояла, пайетки там всякие разные. И вот я там прикупила, значит, пару, сейчас покажу пряжи, ну, разговорились с продавщицей, и она, значит, увидела шапку, вот это моя сиреневая шапка с Махера и Мериноса, и она вот там, с чего это у вас связано, вот мы разговаривали с этой темой, я сказала, что, говорит, я вот из такого, из такой Ангоры Касагранде шапку, говорю, взяла, только из серой, она, говорю, вообще просто шикарная, ну, короче, так мило поговорили с ней, и, в общем, магазин мне понравился прям, я, если найду их, инстаграм или что-нибудь, короче, я оставлю. Значит, что я купила у них, я купила, ладно, гросса, миленвейт, твит, вот такая, серая, получается, с вкраплениями разными, желтые, синие, красные, такие нежные такие, не слишком большие, значит, что они пишут у нас, 80 шерсть, 20 полиамид, машин Гошебл, то есть это у нас Супер Вош, 100 грамм, 420 метров, короче, такая очень хорошенькая пряжа, я ориентировалась на то, что вяжет девочка эта, которую я буду дарить, и на ту цветовую палитру, которую я у нее подсмотрела в инстаграме. Второй моточек я взяла, это Норт Дропс Микс, розовый с беленьким, хороший цвет, нежный такой, и это у нас в Норде что, 45 альпака, 30 полиамид, 25 шерсть, 50 грамм, 170 метров, и там же я взяла набор спиц, это Лана Гросса, 15-сантиметровый, 2,25, такой вот красивый, она прям, ну прям явно подарочная упаковочка. Дальше, я пошла, значит, во второй магазин, который планировала, там у нас вышло, правда, какое-то недоразумение с блондельницей, потому что, когда я в предыдущем магазине зашла, спросила, могу ли я поснимать, мы сказали, да, то во втором, когда я сказала, могу ли я поснимать, что типа выбираю пряжу, вот на подарок, мы сказали, вроде как да, но когда я вот провела камеры по одному стенту, провела по второму, развернулась к третьему, мне сказали, ой, а вы что, весь ассортимент уже будете снимать, ну и в общем, типа, вы что, наш конкурент, и почему вы снимаете, ну в общем, какой-то получился у нас такой дурацкий разговор, и вроде как ничего такого, но осадок остался, то есть человек боится, что конкуренты придут и заснимут, вот что у них, ну вот, ну вот, я вот не понимаю этого, то есть, ну, магазин открыт, может зайти любой человека, посмотреть, что у тебя есть, может такой конкурент не прийти с видеокамерой, прийти просто посмотреть, он может посмотреть всю пряжу, которая есть в инстаграме, ты на страничке или сайте, где у вас есть, то есть в чем вот эта вот фишка, прям вот ты должен отчитаться, куда ты снял, для чего, я вот говорю, то есть когда я сказала, что я, говорю, снимаю для своего ютуб-канала, то есть, ну в общем, мы с ней как-то не сошлись, я спросила, удалить мне или что, и она мне так вот, и говорю, в чем проблема-то вот с этим, почему, если я, почему я не могу снимать все, то есть, ну в общем, короче говоря, ладно, это, видимо, вчерашняя полнолуния сказалась, но я купила то, что планировала, потому что уж все равно я шла, значит, там ассортимент пряжи меньше, чем в предыдущем магазине, ну и там есть другие позиции тоже интересные, значит, что я взяла, я взяла Газал Бэби Альпака, это 55 альпака, Бэби Альпака пишут, 45 мерина, 100 грамм, 320 метров, и это пасма, которая окрашена натуральными средствами, вот такой вот интересный, пряжа, он мягкая, мягкая, очень приятная, хорошая, так, и что я купила для себя, в прошлый раз, когда я там была, я купила вот эту пасму, это Газал Хэппи Фит, это носочка, и я думала про шапку, я вам в прошлый раз говорила про нее, шапка от, подпишу, я опять забыла, как называется, значит, у нее есть два паттерна, которые мне нравятся, это вязание с, частичное вязание с укороченными рядами, и вот там есть две шапки у нее, которые мне нравятся, я не знаю, в общем, какую из них связать, то есть я купила вот эту, как компаньон вот к этой, вообще, почему вот изначально пошел на желтый цвет, выбор на желтую, почему пал, потому что вторую шапку, которую я посмотрела в нее, это вот такой вариант, когда у тебя по переду, по лбу, вот как огненные такие всполохи, и более темный, темный верх, и когда я посмотрела воплощение на раулере других, в других цветах, это было как-то не так, то есть вот именно, когда оно огненное, и вот какое-то вот такое желто-оранжевое, оно как-то смотрелось лучше, там правда вверх такой, в коричневатых оттенках, но вот у меня какой-то более, более яркий замес, короче говоря, не знаю, вот смотрите, вот такой, такая-такая шапка, вот как думаете, сочетание для какой будет лучше, я подпишу их название, напишите в комментариях ваше мнение, я пока еще не начинаю ничего вязать, пряжа, вот эта носочка очень мягкая, прям классная, посмотрим, как она будет после стирки, ну вообще, прям просто мериносик, и она вообще по метражу больше, чем заявлено в описании, в описании, где-то примерно на 200-250 метров нужна пряжа на 100 грамм, а это 330, но если смотреть описание, смотрите воплощение, то шапка получается довольно длинноватая такая, и как будто свободная, и я думаю, что может быть, если взять потоньше пряжу, то будет лучше, про это все пишите, будем решать вместе, что и как, и что еще я планирую тоже, как маленькие штучки доложить сюрпризики, значит, будет вот такая маленькая баночка, жестяная, маленькая, небольшая, с единорогом, для ребенка, соответственно, моей получательницы, и как раз сюда, чего-нибудь хотелось интересного маленького положить, пока не знаю, хотелось найти какие-нибудь такие, знаете, камушки стеклянные, для какого-то декора используют, и прочее, я знаю, что не точно есть Леонардо, прям целыми сумочками, пачками, так они продаются, но в Леонардо не попасть сейчас, значит, и что будет у меня туда, туда у меня будут маленькие снежинки, это я решила довязать остатки беленькой пряжи хлопковой, в одну ниточку уже вязала на единичке крючке, и они как раз вот такие маленькие, знаете, как у Винни-Пуха, замечательно входит и выходит, то есть они прям сюда так, пус, и хорошо, вот, так что у меня еще остался пеликан, я планирую еще таких маленьких навязать, и в том числе себе, ну и в общем повязала еще, не знаю, давайте отдельно, видимо, потом поставляю различных, вот эти мне очень понравились такие прям клевенькие ажурненькие снежинки, вчера клеила-клеила, уже закончился весь клей, пува, забыть купила, забыть, забыла купить, вот эти, вот это были старые снежинки, они когда-то у меня висели на, помните, такое делала, это панно какое-то, да, со снежинками, я их оттуда потом срезала, ну вот они маленько желтят, забыла их, наверное, постирать, и вот эти, я, кстати, их вязала для садика, но они какие-то получились у меня странные, то есть, либо потому что я как-то слишком плотно их вязала, либо за счет того, что здесь двойная нитка, они, в общем, еще не такие, как надо, но для меня сойдет нашу елочку, я их прицеплю, вот, короче, опять снежинками меня занесло, замело, да, кстати, слушайте, в тему снежинок, что еще было на этой неделе, по-моему, получится видео длинное, я все хотела покороче, но не получается, на этой неделе ко мне приехала посылка от моей одноклассницы Наташи, она делает всякие травяные сборы, чаечки, в общем, собирает самотравки, и я заказала у нее пакетик чая, ой, вкусный чай вообще можно заваривали, и, значит, я его получила, и пошла гулять в лес, ну, иду, значит, о белке же, естественно, вы же знаете, меня одних, значит, покормила, отошла уже и думаю, блин, Таня, у тебя бы сейчас можно было снять какое-нибудь видео или картиночку, чтобы поставить этот чаек куда-нибудь в снежок, и белку рядом, которая орешки кушает, было бы так классно, но не стала возвращаться, думаю, ладно, можно на обратном пути, иду, иду, значит, дальше, а там другие белки не встречаются, которые тоже, вроде, ко мне лояльны, вроде, значит, орехи кушают, и вот я их, насыпала им горку орехов между двумя сосен, и, в общем, у меня получился такой кадр, точно один, может быть, несколько, я посмотрю, ну, один я точно сразу сделала, отправила, Наташу показать, и видео, ну, вообще, здорово, там налетело и синичек, и белки прилетели, поползни, короче, пришли, все, значит, были вокруг этой кучки с орехами, прям я себя какой-то иногда, это, как ее звали, это белоснежка в лесу, чувствую, со всеми этими птичками, вот, такая была штука у меня. Субтитры сделал DimaTorzok Насыпала вот туда, между сосен, орешек, собрались все осенички, и поползни, и белок, было штуки четыре, наверное, осталась одна, доедает, собака пробежала, всех распугала, о, вторая пришла, ой-ой, ой, драка за орехи, да, кто первый, там мало осталось уже, еще одна, Арахис таскает даже синички, не знаю куда прячет, но куда-то прячет. Так, ладно, на этом, наверное, все, а то, что я начинаю забалтываться, вернее, все, все по поводу рукодельного и всего прочего. Давайте приступим к тому, чего интересно посмотреть, значит, про один сериал, про который я точно могла рассказать. Это сериал этого года, сериал называется «Воспитанные волками». Я, когда прочитала описание, мне показалось, ну, классное что-то такое, значит. Значит, смотрите, что нам пишут. Двое андроидов, бегущих от войны между верующими и атеистами, называют себя мать и отец. Они намерены вырастить атеистов из эмбрионов человеческих детенышей на пустынной планете. Один сезон, один сезон, 10 серий. Не знаю насчет, не смотрела насчет продолжения, будет или нет. Значит, вообще, такой замет и начало очень интересный. То есть, два, вроде как, да, человека, изначально ты их видишь, как человеков, которые летят в каком-то корабле, приземляются на какой-то планете, фактически, значит, там корабль повисает над пропастью. Вот уже он лавирует, и, значит, этот вот мужчина, который отец, будет эту мать, что, мол, мы прилетели, значит, давай высаживаться. Они, он пока придерживает этот как-то корабль, они вытаскивают свои там какие-то чемоданы. И ты сразу уже понимаешь, что что-то не то, потому что они довольно безэмоциональные. И машинально это все делают. Ну, вот, оказывается, собственно, они у нас андроиды-то и есть. Они прилетают на какую-то необитаемую планету, находят себе место. И, значит, такая, значит, тоже картина такая интересная, значит, типа там ложится, она такая, ты готова? Она такая, да. И он, значит, начинает втыкать в нее что-то, типа, начинаем первый триместр. И ты такой сидишь, типа, что происходит вообще? Получается, она проводами подсоединяется к вот стоящим отдельно коробочкам. Значит, в коробочках вот этих растут эмбрионы. Какая там предыстория? То есть, да, на Земле произошла война между верующими людьми, они верят в Соло, и атеистами. Верующие создали такую уничтожающую, короче, машину, которая называется некромант. То есть, вот, фактически наша мать, это некромант, которого перепрошили на то, чтобы она заботилась о детях, воспитывала, помогала им, учила их, поддерживала их жизнь. Вот, и вот ее, значит, с комплектом 12 эмбрионов ее отцом отправляют в итоге, значит, на другую планету. Она, конечно, такая, когда мать приличная и все хорошо, но когда вот у нее в какой-то момент, конечно, просыпается та ее предыдущая сущность, некроманта, в общем, она такая баба, которая взглядом и голосом убьет. Буквально, вот, так сказать, испаритесь в буквальном смысле слова. И вроде бы, вы знаете, все было хорошо, то есть, да, вот, они пытаются выращивать детей, ну, в смысле, врастить детей, начать новую цивилизацию на другой планете. Но из шести детей пятеро умирают, в итоге остается только один. И в какой-то момент к ним пролетают, значит, на корабле, не помню, только я тоже аварийно, они там сели, нет, по-моему, не аварийно, по-моему, у них просто челнок какой-то спустился на эту планету. Людей, вот этих как раз верующих в Соло. К ним там пробрались те, кто атеисты, но они притворяются, значит, верующими. Короче говоря, то есть, там ощущение вот такого замеса, какого-то даже библейского, честное слово, типа Адама и Евы. И все было интересно. Все было интересно, но когда стало дело подходить к концу, я сказала, что? Да я, в общем, не буду рассказывать вам финал, но то, во что это вывели, и, короче, вот вообще непонятно, то есть, и что дальше-то, вот дальше-то, что-то, если будет второй сезон, ну, в общем, посмотрим. То есть, вроде как, знаете, начало такое было прям очень интересно, очень захватывающе, и конец-то, в принципе, тоже захватывающе. Но хочется сказать, что вы курили, товарищи, когда это делали. Короче, такой сериал. Значит, потом, наверное, я вам еще расскажу про один канал. Я смотрела недавно. Тоже попалась из разряда, просто вот, когда пролистываешь иногда в рекомендованных видео, и там попался мне ролик, такой уютненький. Значит, канал называется Homewood Stoves. Просто, понимаете, уютнейшее, уютнейшее видео. Значит, что и откуда? Они из Новой Зеландии. Это семья, которые живут, значит, бабушка-дедушка, мама-папа, ну, то есть, их сын со женой и их пять детей. Вот они живут, значит, у них маленький семейный бизнес. И они вот в своих видео показывают готовку на печи. То есть, ну, печь с открытым огнем. Не только с открытым. В общем, печь, которая на дровах, на живом огне. И вот они готовят на ней. Короче, когда я смотрела их одно видео, они делали пончики. Ну, просто вообще, я не знаю. Видео, в общем, для релаксов. Они вроде как что-то готовят. Но при этом, вот у нас тут в кадре, и дети готовят, и бабушки, дедушки, и собаки. Они там что-то делают, что-то обсуждают все вместе. В общем, даже тут я смотрю, есть несколько видео, которые уже вроде как на русский, во всяком случае название на русском языке. Возможно, даже есть русские субтитры. Для уютного времяпрепровождения точно канал могу вам это порекомендовать. Так, на этом, я думаю, все. Сегодня я много разболталась. Надеюсь, вам было интересно и что-то полезно. Напомню, что жду. Сферистели прилетели. Куча, куча, куча на деревьях. Какая прелесть. Напомню, что я жду вашей такой подсказочки, какую бы шапку связали вот из-за того микса, что я вам показала. Какая была бы лучше. Потому что я пока сомневаюсь. И надо как-то так решиться. Потому что описание стоит 9 долларов в шапке. Не хотелось бы профукать почти 700 рублей на то, что не связано в итоге. То, что не понравится. Ну, короче, не знаю. В общем, напишите мне. Вот. Да. Если смотрели сериал «Оспытанные волками», как вам? Если посмотрите канал, который порекомендовала, тоже напишите, как вам понравилось или нет. В общем, уютные видео, мне кажется, они, уютные каналы, они вот всегда заходят, всегда находят своих зрителей, которым надо вот какую-то душевную, видимо, так теплоту какую-то надо, да, внутри установить, что ли, напитать. Не знаю. Ну, короче, классная. Классный канал. Да. Надеюсь, что через неделю, да, увидимся. Может быть, что-то еще покажу. Может, что-то начну, посмотрим. Потому что пока у меня, получается, в процессах ничего нет. Но только что, может, снежинок я еще навяжу. Поковыряю своим крючком, единичкой от которого потом пальцы болят. Не знаю, что начну. Вроде пряжи-то много. Не знаю, чего начать. Чего-то надо начать. Ладно, хорошей вам недели, хороших выходных, хорошего погоды. В общем, всего вам самого хорошего. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Успела на потрясающий закат. Хорошо, что сегодня на машине. Поехала сразу вниз. К берегу. Я успеваю заснять вам это. Все розовое и красивое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...